Добрый вечер! В эфире Вести Карачао-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Депутаты приняли ряд важных для Республики законопроектов. Сегодня состоялась шестая сессия парламента. Желания воспитанников Детского дома Забота и Центра Надежда исполнились, и все они получат любимые подарки к празднику. В Архызе открылся туристический информационный центр. Такой подарок туристам сделал фонд по сети Кавказ. Дед Мороз со Снегурочкой встретились и с жителями дома престарелых. Добрые пожелания, счастливые улыбки. Все в честь бабушек и дедушек. Сегодня состоялась шестая сессия парламента Карачао-Черкесии. Депутаты приняли ряд важных для Республики законопроектов. Мадина Каракетова расскажет подробнее. Шестая сессия Народного собрания началась с приятной миссии вручения грамоты Совета Федерации Федерального Собрания России за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие парламентаризма Дагиру Смакуеву. Награду вручил сенатор от Карачао-Черкесии Крым Казаноков. Еще нескольким жителям Республики была объявлена благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко. Оказали почести двоим учащимся 17-й гимназии Черкеска, десятиклассникам Мурату Булатову и Владимиру Сафиулину, которые летом спасли две жизни. Крым Казаноков вручил героям благодарности Высшего Совета Общероссийской Общественной Организации Российский Союз Спасателей. В прошлом летом на Зеленом острове в парке культуры отдыха у нас проходила сессия в школе класса. И в это время мы услышали крики о помощи маленькой девочки. Когда мы подбежали к старому труду, мы увидели то, как девочка с его бабушкой тонуло. С первым подбежали я, мой друг Вова и фотограф, который нас снимал. Мы пытались дотянуться с разных сторон, но Вова и Вова дотянулись первым, и вместе с фотографом они вытянули утопающих. Мы выполнили свой долг, и мы надеемся, что другие люди поступят так же, чтобы они спасали других людей. Следующей приятной миссией, которую выполнил председатель Народного собрания Александр Иванов, стало вручение удостоверений мировым судям Нелли Амельченко, Расулу Абазалееву и Бенегеру Джанкёзову. Их на прошлой сессии на эти должности выбрали народные избранники. Повестка шестой сессии включала 25 пунктов. Они касались изменений в ряд законов, в том числе и в законы о порядке предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе людей, занимающих муниципальные должности, работы контрольно-счётной палаты и даже размещение рекламных баннеров. Депутаты отметили, что закон будет содействовать благоустройству и улучшению эстетического вида города и создаст распространителям рекламы равные условия для размещения своей продукции. Депутаты внесли изменения и в закон о деятельности библиотек. Мы убрали слово «приостановление деятельности». Согласно действующего законодательства, приостановление деятельности работы организации культуры допускается только в случае нарушения законодательства, то есть если библиотеки занимаются предпринимательской деятельностью, которая мешает основной деятельности работы. Необходимость внесения изменений в закон обусловлена тем, что в некоторых библиотеках пользуются этим словом в своих интересах. И на данный момент в муниципальных образованиях не работают более 10 библиотек. Депутаты одобрили изменения в закон о объектах культурного наследия. Теперь фондам, созданным распоряжениями президента страны и ассоциациями, целью которых является сохранение объектов культурного наследия, они могут предоставляться в безвозмездное пользование. Ряд изменений внесены в закон о физической культуре и спорту. Об общественной палате депутаты поддержали проект закона, внесённый в Госдуму президентом страны о присвоении звания «Город трудовой доблести». Это звание предлагается присваивать городам, жители которых внесли значительный вклад в победу, обеспечив в годы войны бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и заводах. Ну и сегодня она актуальна тем, что, как вы знаете, в мире сегодня идёт массово, особенно в Европе, хотят переписать истории Великой Отечественной войны. И поэтому Владимир Владимирович именно внёс для того, чтобы увековечить память и массовый героизм именно тружеников тыла. Подводя итоги работы парламента в уходящем году, председатель Александр Иванов отметил, что многое сделано было для поддержки незащищённых слоёв населения и многодетных семей. Бюджет для будущего года, как и прежде, социально ориентирован, но изновшеств. Значительно увеличено количество средств, направляемых на приобретение жилья сиротам. Впервые в бюджет заложены средства на программу «Земский учитель». Предусмотрено строительство детских учреждений от нуля до трёх лет и многое-многое другое. Депутаты поздравили всех жителей республики с наступающим Новым годом и пожелали благополучия и уюта в домах. Мадина Каракетова, Рашид Токов, Вести, Карачаева, Черкесия. Сегодня глава республики Рашид Тимреза выполнил приятную миссию, исполнив желания воспитанников детского дома «Забота» и «Центра надежды», а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Накануне они украсили ёлку, расположенную в фойе дома правительства, написав на открытках свои пожелания Деду Морозу. Они были прочитаны главой республики, и все будут исполнены уже к Новому году. Дети, как и просили, получат свои подарки – наушники, гироскутер, самокат, модную одежду и обувь. Сегодня День спасателя. Сотрудников и ветеранов спасательных служб республики поздравляет глава Рашид Тимрезов. Карачаево-Черкесский поисково-спасательный отряд на протяжении десятилетия остаётся одним из лучших в стране. Об этом свидетельствуют многочисленные награды и звания его сотрудников. Высокая оценка профессионализма при выполнении поставленных задач на территории республики и за её пределами. Примите искренние слова благодарности за ваш круглосуточный, самоотверженный труд за вашу готовность прийти на помощь попавшим в беду за ваше мужество. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Сообщение у синоптиков. В Карачаево-Черкесии облачно, днём с прояснениями. Ночью местами мокрый снег, днём с дождём. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью минус 4, плюс 1, а днём 2,7 выше нуля. В горах местами минус 2, плюс 3. В Черкесии ночью мокрый снег, днём небольшой дождь. Температура ночью 0, минус 2, а днём 5,7 выше нуля. Мебельный центр «Хоум-Плаза». Два этажа изысканной качественной мебели от эконом до премиум-класса. Производство Турции, Китая, Малайзии, Белоруссии и России. А также ортопедические матрасы и аксессуары для сна. Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Бизнес-центр на территории «Строй-Апторга». Продолжаем выпуск. В Архизии состоялось открытие туристического информационного центра. Такой подарок туристам сделал фонд по сети «Кавказ». Это составная часть мероприятий «Стратегия развития туризма» на территории СКФО до 2035 года. В открытии информационного центра для туристов приняли участие председатель правительства Крачева-Черкесии и представителей полпредства президента России в СКФО и руководства курортов Северного Кавказа. Мадина Каракетова подробнее. Дом 8 по улице Владимира Хубеева, курортного поселка Архиз в праздничном убранстве. Отныне здесь будет располагаться важный объект – информационный центр для туристов. Наша задача сделать курорт еще более притягательным. И курорты Северного Кавказа совместно с регионом неплохо с этой задачей справляются. Сказал, обращаясь к участникам праздника, первый заместитель министра России по делам Северного Кавказа Адес Байсултанов. Благодаря поддержке региона, именно Рашид Бориспиевича, Озова Аслана и остальных наших коллег, нам удается здесь каждый год что-то новое привнести. На сегодняшний день мы открываем ТИЦ. Это еще один дополнительный инструмент для того, чтобы наш курорт стал еще лучше, чтобы приезжающие гости могли получить всю ту информацию, которая необходима для полноценного отдыха. Этот центр станет важным компонентом туристической инфраструктуры региона, сказал председатель правительства Карачаева-Черкесии Аслан Озов, потому что в республике есть на что посмотреть. Карачаево-Черкесия славится своими прекрасными курортами, древнейшими памятниками истории, уникальной самобытной культурой народов, проживающих в республике. Этим объясняется необходимость создания туристско-информационного центра в республике сегодня. Туристы смогут ознакомиться и получить здесь всю необходимую информацию о туристических маршрутах, гостиницах, достопримечательностях, точках питания, транспортных перемещениях и многом другом. Чем больше будет информации и предложений, тем интереснее наша республика будет для туристов. Гостей пригласили на экскурсию по информационному центру. Это специальная служба, где туристы смогут получить нужную им информацию как о республике, так и ее достопримечательностях. Центр развит на три зоны – информационную, зона ожидания и коворкинга. Здесь же разместили поселковую почту. Наша основная задача – это создание сети туристско-информационных центров во всех регионах Северного Кавказа, которые объединят во все сервисы, услуги, информационно-конституционную помощь, а также будут взаимодействовать со средствами размещения и предприятиями общественного питания. Наша задача – создать единое окно, как информационное, через единый портал и мобильное приложение, так и единые стандарты обслуживания во всех регионах Кавказа. Кроме того, фонд «Посити Кавказ» запустил шесть шаттлов, в которых передвижение для туристов по скипасам будет бесплатным. Автобусы будут ездить каждые 15 минут, что будет очень удобно для туристов. Они укомплектованы специальным отсеком для перевозки лыж и другого снаряжения для активного отдыха. Ключи от автобусов в торжественной обстановке вручили водителям. Хочу от лица водителей сказать, что мы рады причастны быть к этому великому делу нашей республики и нашему району. Также хочу сказать спасибо большое, что мы вас не подведем. Спасибо большое за хорошие машины. Архыс – один из самых красивых мест в Карачаево-Черкесии. Его, особенно после строительства туристических деревень «Романтика» и «Лунная поляна», по достоинству оценили тысячи и тысячи любителей активного отдыха, как в России, так и за рубежом. А сведением информационного центра отдых станет еще более комфортным, интересным и полезным. Гости курорта уже оценили удобство, желали ему дальнейшего процветания, а жителям республики благополучия, счастья и всегда хороших новостей. Поздравляю информационную программу «Вести Карачаево-Черкесия» с Новым годом. Поздравляю всех наших зрителей. Пускай с голубого экрана вы будете видеть только хорошие новости. С Новым годом, ваш Султан Ураган. Мадина Каракетова, Рашид Токов, «Вести Карачаево-Черкесия», Архыс. Дед Мороз со Снегурочкой встретились и с жителями дома престарелых. Аплодисменты, слова добрых пожеланий, счастливые улыбки, радостные моменты и положительные эмоции испытали все те, кто стал участником новогоднего праздника. В гуще радостных событий оказалась и Альбина Ламкова. Праздники в доме престарелых проводятся часто. Но новогодние они особенные, яркие и волшебные. И настроение у бабушек и дедушек такое же необыкновенное, как и предстоящий праздник. Они дружными овациями встречали артистов, которые дарили им музыкальные подарки. В доме престарелых Новый год отмечают уже в 20-й раз. К празднику постояльцы готовятся основательно. Сами сделали снежинки на трудотерапии, украшали, пожалуйста. Вот как раз посмотрите, с какой любовью это все было сделано. Я бы хотела поздравить всех с наступающим Новым годом. Пускай все плохое остается в старом году, в новом году. Чтобы у всех было здоровье, радость, счастье. Приглашенные гости поздравляли всех присутствующих и отметили, если в доме тепло и уютно, то и в душе будет также празднично. Этот праздник, он не только для детей, а для моего и взрослого. Люди любого возраста его ждут с нетерпением. Хочу пожелать вам в наступающем году, чтобы сбылись все ваши пожелания, все ваши мечты. И самое главное, хочу пожелать вам крепкого здоровья. Среди жильцов есть и творческие люди. При поддержке администрации Дома престарелых они создали ансамбль «Бабка-ягодка-5». Здесь свои бурановские бабушки, точнее, черкесские. И репертуар у них разнообразный. А что мы поем? Все поем. Все поем. Старенькое. Подходит Новый год. Поем новогоднее. Вот этот у леса на опушке. Подходит 23 февраля. Поем военные. Не только пели и танцевали, но и поговорили, как говорится, по душе. Очень любим рыбочки, салатик крабовый. Вот такое мы. Шампанское всегда. Все зарядились энергией и позитивом. Многие подпевали артистам и вместе с ними потанцевали. Новогодний праздник порадовал всех. Песни, веселая музыка и танцы, яркое разнообразие номеров в художественной самодеятельности, исполнительским мастерством и отличным настроением запомнился новогодний огонек для всех гостей праздника. Альбина Лавкова, Мухаммед Ашивоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. С наступающим Новым годом и всего доброго. Новым годом и всего доброго. Лови. 91,2. Наша волна. Наша волна. Новым годом и всего доброго. , Субтитры создавал DimaTorzok